Сегодня на форуме от импорта замещения к технологическому суверенитету работают губернатор и полпред. Главным событием дня стала пленарная сессия о перспективах развития промышленности. Все подробности в материале моих коллег. Второй день форума начался с осмотра выставки технологических новинок. Большинство экспонатов – разработки для оборонной и тяжелой промышленности. Но есть и девайсы для развлечения, например, мотосерф, который позволяет рассекать по водной глади на скорости до 50 км в час. Ну вот надо сначала посмотреть сюда. Самый важный – это движок. Да, сейчас, Владимир, расскажите, расскажите. Персональный водометный глистер. Состоит из корпуса, карбон и силовой установки водометной. Но мото-доска выйдет в серию еще не скоро, да и рынок тут не особо широкий. А вот челябинский флагман машиностроения завод «Урал» рассчитывает, что на его новинку заказов будет немало. Предприятие презентовало вторую машину из семейства арктической техники. Полярный автобус на базе «Урала» будет автономным и супер проходимым. Еще неделю назад в цехе была, поэтому вот она самая свеженькая. Здесь первая презентация. Дальше мы покажем ее на инопроме, на выставке «Армия-23-2020». Потребность в таких машинах есть, но у нас все, что за полярным кругом, это вот для этой машины не проблема. К зиме обещают презентовать еще одну машину арктической серии. На этот раз – тягач. Вообще, этот год оказался прорывным для южноуральской промышленности. Индекс промпроизводства в первом квартале вырос почти на 8%. Многие предприятия кратно нарастили выпуск продукции. При этом поддержка от властей играет в развитии не последнюю роль. На форуме представители разных регионов обсудили, как сделать инструменты господдержки еще эффективнее. Мы обмениваемся в том числе негативным опытом, что получилось, что нет. И мы постараемся внести необходимые изменения для того, чтобы бизнесу было комфортнее работать с нашими инструментами. Но над технологическим суверенитетом еще предстоит поработать. На пленарной сессии власти и предпринимательские объединения обсудили существующие проблемы и пути их решения. Среди основных тем – снижение бюрократической нагрузки и доступность дешевого и долгосрочного финансирования научных и инженерных проектов. Об этих вопросах-то мы уж не знаю, сколько лет говорим, но в конце концов надо уже найти политическую волю и на эти вопросы дать конкретный ответ. Вот на эти вопросы, когда мы с вами ответим, то все полетит еще гораздо быстрее. И, конечно, по результатам круглых столов и дискуссий приняты конкретные предложения. Заключены соглашения с Федеральным агентством по технологическому развитию. Это позволит привлекать к областным проектам федеральное финансирование. Также Челябинская область присоединилась к проекту «Единой России» по обеспечению продовольственной и технологической безопасности «Выбирай свое». Плюс партийная часть «Единая Россия», проект «Выбирай свое». Тоже много интересных наработок и направлений. И вот в совокупности два дня дают такой серьезный результат. Ну и мне кажется, дискуссия сейчас была очень интересная. Среди явных успехов форума можно отметить биржу кооперации. Найти друг друга смогли десятки закупщиков и поставщиков. Сумма сделок превысила 1 миллиард рублей.